Здравствуйте! В эфире программа «Навстречу» и сегодня мы поговорим про традиции и культуру чувашей. У нас в гостях Вероника Тимофеева, председатель общественной организации «Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области Юлташ». Вероника Васильевна, здравствуйте! Эргун Булдар. Вот такое приветствие на родном языке от вас. Хорошо, по традиции нашей программы предлагаю начать с Блиц-опроса. Сова вы или жаворонок? Вы знаете, я могу быть и совой, и жаворонком. Учить или учиться предпочтете? Я люблю учиться, и потом я люблю делиться своими знаниями. Своим опытом. История или современность вам ближе? История. Город или природа? Природа. Ваше любимое национальное блюдо? Национальная кухня чувашская до такой степени разнообразна, что я не могу отдать предпочтение. Я люблю ее всю. Но если говорить о национальной кухне, конечно, кутло. Традиционный чувашский пирог. С чем он? Он с картошкой, с небольшим количеством пшена, мяса, ну и, конечно, тесто. Расскажите, пожалуйста, как чуваши оказались на территории Иркутской области, в какое время это произошло? Чуваши, они первые, это каторжане, конечно, были, да, это вот каторжные работы, те, которые не были довольны тем, что происходило в Центральной России, так можно сказать, и их сюда отправляли в ссылку. Потом, конечно, шла волна, это Столыпинская реформа, это необходимость возделывания земель. Потом у нас была волна в 22-м году, когда голод был в Центральной России. Ну и еще одна волна была, когда у нас уже после Великой Отечественной войны надо было строить, это строительство железной дороги, БАМа. Если, например, рассматривать места компактного проживания, у нас же они проживают в Тайшицком районе, да, много там деревень. Сейчас у нас село Джогино осталось, в Зиминском районе у нас село Новолетники, Третье Успенск, Первый Успенск, в Балаганском районе у нас тоже Коновалово, Заславск, в Золоринском районе, мы говорим, деревни Тагна, конечно, там проживают не только чуваши, но там не только чуваши заезжали и другие народы, но мы сейчас так говорим, что там чуваши проживают. Вот я могу только говорить о Зиминском районе, где я сама проживала, где я родилась. И когда мы разговаривали с старшими поколениями, вот они говорили об этих эпизодах, и в 50-х годах вот была волна, когда наши, ну это последняя волна такая была, когда приглашали сюда трактористов, землепашцев, потому что чуваши считались землепашцами, а после Великой Отечественной войны, уйдя на фронт, фактически вот эти деревни были пустые. И вот приезжало вот мужское население, приезжали девчата, вот у меня, например, тетя, она была доярка, знаменитая доярка Чувашской республики. Она известна тем, что она была дояркой и на свои деньги купила самолет, да, в Великой Отечественной войне, и там было так и написано, привет от Жени. Такой самолет летал, и она была такая знаменитая доярка, которая была просто по комсомольской путевке отправлена себе, для того, чтобы она здесь развивалась. Животного учиться, вот она приехала сюда, да, как комсомолка, доярка, ну и много было молодежи, которые поехали как трактористы, для того, чтобы возделывать землю. Ну это уже после Великой Отечественной войны вот такое было движение, так можно сказать. Сколько сегодня чувашей проживают на территории Иркутской области? Если мы будем говорить о переписи населения, о последней, чувашей осталось очень мало. И если анализировать вот это вот все количество чувашей, их было раньше 15 тысяч, потом их стало 11, потом 7 тысяч. Вот до этой переписи у нас было 4 500, а сейчас у нас оказалось всего 1800. А как вы думаете, с чем связана такая цифра? Сейчас 1800 чуваши себя считают, наверное, те, которые достаточно глубоко изучают чувашскую культуру, да. Вот еще дома сохранились вот эти традиции, обычаи, говорят на чувашском языке, мастерят, участвуют, наверное, активно в жизнедеятельности нашей общественной организации. Это вот эти люди, которые действительно еще корнями так держатся к чувашской культуре. Ну, а остальные, они уже ассимилировались, и они, наверное, просто не считают нужным себя уже, ну, считать чувашами. Чувашский язык считается исчезающим языком? Ну, да, ЮНЕСКО признал чувашский язык исчезающим языком, и он считается языком одним из, если говорить о тюркских языках, да, чувашский язык относится к этой группе, но он под группой, он уходит отдельной веткой, он считается булгарским языком. О нем говорили вот именно в Булгарии, именно на этом языке. Ну, говорили, не говорили, это тоже надо знать историкам, да, ну, такая есть версия, что, да, чувашский язык – это язык великого народа булгарского. Вот сегодня мы изучаем чувашский язык только в двух деревнях, это в селе Отжогино у нас чувашский язык преподается в виде факультативных занятий, и в Зиминском районе, в селе Масиногурске тоже преподается чувашский язык. Понимаете, на этом языке, может быть, и говорили бы, если бы это была необходимость, понимаете, ну, учить чувашский язык и где его потом использовать. Ты же не придешь в магазин и не скажешь, если бы на Щегарбарга, ну, а протовец он и не поймет, да, о чем идет речь. В соответственности, у нас дети изучают язык в предамах. А что вы сказали? А вы не могли бы мне дать хлеб? Ну, продать, да, хлеб? И, соответственно, дети у нас изучают этот язык для того, чтобы очень хорошо использовать потом в исполнении чувашских песен. У нас же вот потом фольклорные песни, да, и вот они изучают этот язык, поют на этом языке. И через фольклор, конечно, и сохраняется сам язык. Так как такового бытования, использования в семье, ну, в семье, знаете, разговаривают, если бабушка, вот еще старенькая, да, которая знает, бабушка, дедушка как-то разговаривает, да, в действительности. Ну, а сейчас, как такой необходимости нет. Ну, вообще, конечно, есть родители, которые с детьми за сегодняшний день разговаривают. Нельзя говорить, что не говорят, только разговаривают они, общаются. Ну, не так, конечно, как бы хотелось. У чувашей очень богатые национальные костюмы. Вот вы сегодня пришли к нам такая красивая. Расскажите, пожалуйста, о значении отдельных элементов. Да, вы правы. Чувашский национальный костюм – это достояние всей России считается. Потому что Чуваша, она славится чувашской вышивкой. И о моем крае говорят, что это край сто тысяч вышивок и песен, да. Потому что Чувашская республика – это такая песенная республика. Там такие красивые песни напевные. И, конечно, славится она еще своей чувашской вышивкой. Чувашская вышивка – это же письменность, да, вот этих булгар, которые когда-то использовали эту письменность. Она сейчас осталась именно у нас на национальных костюмах. Может кто-то сказать, что это просто какая-то вышивка. Нет, это руническая письменность. И кто умеет читать эту руническую письменность, он бы мог прочитать очень многое на вышивках, которые, да, вышивают у нас сегодня мастера, или национальном костюме. Если говорить о головных уборах и украшениях, это тоже элемент такой интересный в национальном костюме. Вот, например, если вы будете смотреть на мой головной убор, да, это головной убор женщины, которая вышла замуж. Называется она хушпо. Отличается она от девичьего головного убора. У меня, к сожалению, большого нету. Но мы можем увидеть эти вот маленькие, да, головные уборы. И вон на девушке, которая на кукле, да, это конусообразная такая шапочка. Она называется тухья. И вот девушка до замужества ходит в таком головном уборе, в таком тухе. А когда она уже выходит замуж, и после первой брачной ночи она уже выходит в другом головном уборе, здесь уже открытый у нас соответствующий, да, открывается и идет уже полный контакт с космосом. До 14 лет у нас девушки, девочки носили вот такие головные уборы, называются они масмак. Это тоже элемент такой. Это до 14 лет. После 14 лет это тухья, после замужества хушпо. Но вы знаете, у нас современные женщины, ну и в те времена, масмак они имели право одевать, когда дома, когда в доме занимаешься хозяйством. В соответственности одевали сурпа, головную повязку такую специальную. И повязывали сверху вот этот масмак для того, чтобы волосы были прибраны, и они убирали. И по поверье чуваш, что они очень трепетно относились к животным, все, что связано с землей. Даже выгонять скотину или домой запускать после выпаса без сурпана и головного убора нельзя было. Такое уважение было к животным, да. А вот этот головной убор, который у нас тоже представлен, расскажите про него. Головной убор это тухья, тоже головной убор женский, но он просто немножко в другом формате использован. Но я тут хотела вам обратить внимание, посмотрите на эти монеты, которые использованы здесь. Это восстановленные монеты, которые были во времена Великой Булгарии. Это уже сейчас просто по эскизам так вот сделали, как нам передавали, да, из уст уста. Да, головной женский убор это свидетельство того, что у нас женщины воевали наравне с мужчинами. И это остатки шлема, да, на мне, да, головной убор. Вы знаете, он отличается от головных уборов, от мест компактного проживания Чуваши, на территории даже Чуваши самой. Мы вообще низовые Чуваши, и у нас головные уборы будут отличаться от верховых, среденных и низовых. Если вы посмотрите мой головной убор более внимательно, вы увидите, что у меня есть козырек, да? Даже у меня, видите, козырек. Небольшой даже, да. Большой козырек, да. Потому что мои предки, они из Баторовского района. А Баторовский район считался богатыри. И вот когда шло нашествие, да, на территорию Чуваши, можно так сказать, первыми выступали богатыри. И, соответственно, память о тех богатырях, которые охраняли территорию моих предков. И я могу сказать, что я из рода богатырей. Потому что мои родители, ну, моя мама, вот она из Баторовского района. И, а если смотреть, там, Чуваши, которые проживают на Верховье, там, Верховые, Срединные Чуваши, у них немножко другое. И отличаются даже самими украшениями. Вот то, что здесь использовано, да, это низовые Чуваши. А если бы здесь были представители, например, Верховых Чувашей, да, они бы, конечно, вам показали совсем другие украшения нагрудные. Даже цветовая гамма. У нас, вот, у низовых Чувашей очень много используется, вот, желтого, красного, черного, да. Очень мало зеленого и синего. Это тоже такой интересный момент. А если мы будем говорить, например, о Чувашах башкиров, да, вот эти башкиры, да, Чуваши башкиры проживают, у них очень много зеленого цвета. И, соответственно, уже по цветовой гамме можно увидеть. Отдельный элемент, это вот нагрудное украшение. Оно что символизирует? Это остатки от колчуги. Это, получается, женщины у нас воевали наравне с мужчинами. В любые времена? Вы знаете, ну, я думаю, это, наверное, те времена, когда еще давно-давно нашествия, да, вот монголов было. И тогда вначале шли мужчины погибали, потом женщины шли погибали. Ну, по истории говорят, что якобы мы такими амазонками были. Почему бы не верить, да, этой легенде? Потому что, если я сегодня сижу в шлеме и остатки в колчуге, почему нельзя сказать, что мы были амазонными женщинами? Я думаю, что есть, наверное, там какая-то правда. Например, наша бабушка говорила о том, что, ну, здесь, понятно, раньше, да, использовалось для защиты. Да, потом уже бабушка говорила о том, что у нас, говорит, деньги в ходу, когда были, мы использовали уже на нагрудные украшения, шли на рынок и отрывали монету, да, платили, брали нужное, все, что тебе нужно, и забирали. Соответственно, они на себе носили свой кошелек, так можно сказать, да? И они даже, когда выходили в поля убирать, они себя это ничего не снимали. Говорит, по 30-40 килограммов на себе носили, это убирали, сажали, все делали в этих национальных костюмах. Потому что оставить было нельзя, если ты останешься, оставишься, ты остался голодным. Здесь вот тоже, да, представлены разные виды нагрудных украшений. Вот эти вот украшения, это только низовых чувашей. А я говорю, если бы это были верховые чуваши, у них оно квадратное, это тоже самое было бы, да, но оно же имеет квадрат, и там достаточно мало было бы бисера. Там в основном используется именно вот этот вот монетное. Это да, это вот низовые чуваши. Это у нас проект «Чувашский костюм легенды народа», где мы вот до конца мы узнаем, какой должен быть костюм. Здесь же тоже надо понимать, мы когда свои костюмы смотрим, 115 лет назад приехали чуваши, да, к нам на территорию Иркутской области. Костюм совсем не такой, какой, например, в Чуваше. Смотришь, кажется, должно быть едино. Но они всегда приехали, здесь уже что-то свое, да, уже здесь они живут, что-то там внедрили, свои какие-то, будь, стали с бурятами жить, что-то такое начали внедрять, такое интересное. Ну, чувашская вышивка, она славится тем, что она достаточно интересна. Вы знаете, у каждого народа вышивка есть, но у чуваши она интересна тем, что она двухсторонняя. Там есть три вида, когда вот, можно сказать, с одной стороны вышивают, с другой стороны вышивают. Это двухслойная считается. Двухсторонняя – это когда вышивается, например, с одной стороны, да, и рисунок появляется с другой стороны, это двухсторонняя вышивка, да. Ну и уже такая гладивая, когда вышивается, и здесь отображается, но она, конечно, не в таком плане. Здесь, если второй слой вышить, это будет двухслойная, соответственно. Но у профессиональных мастеров до такой степени оно выточено, что можно использовать что так, что так, что так, положи, будет красиво, что так, положи, красиво. И знаете, на территории Иркутской области вот эта вышивка у нас была потеряна, и мы буквально три года ее возрождаем. И сейчас, конечно, приятно, что у нас она на территории области уже появилась в виде сувенирной продукции. Когда вы приезжаете на наши праздники, вы можете уже приобрести и увидеть ее. Да, уже украшения можно какие-то приобрести, головные уборы, соответственно. Это нас радует, что сейчас чуваши, несмотря на то, что их очень мало, 1800, но все равно они с трепетом относятся и сохраняют через многообразие своей культуры. Мне очень понравились интересные факты о свадебных традициях чувашей, о том, что на свадьбах традиционных не пели и не танцевали, потому что иначе молодожены показались бы легкомысленными. А какие еще свадебные традиции вы привели в пример? Например, когда тоже собираем фольклорно-исторические такие моменты, я пришла к тете своей, она сейчас, конечно, умерла. Я говорю, тетя Тоня, расскажите, пожалуйста, вот как вы замуж вышли? Она говорит, ну, мы дружили с парнем. Я говорю, например, ну, дело к свадьбе же, он же пришел свататься к ней, ну, там же тоже определенные традиции, там очень долгий процесс. Это две недели там у начали у жениха, а потом у невесты. Там очень долгий процесс, это не так быстро. И когда он пришел свататься к ней, и она говорит, ну, мы с ним дружили. Ну, я, говорит, думала, выйду из-за него замуж. Ну, то нравится один день, то не нравится один день, но все равно уже такие вот это. Говорит, то ли мне за него замуж выйти, то ли не выйти замуж. Ну, у тебя как раздумие была, говорит, и не понимала, стоит ли мне за него замуж выходить. Ну, и к моему дедушке, вот родному, пришли свататься. Сваты приходят, говорит, сели за стол, там все как положено. Ну, а я, говорит, там по хозяйству занимаюсь. И дед говорит, Тоня, зайди-ка сюда. Ну я, говорит, зашла, гости сидят. Я говорю, что? Ну папа меня позвал. Он говорит, так, належь как хлебушек-то нам. А хлеб-то сами пили, он же такой кроглый. И она говорит, я взяла этот хлеб и давай нарезать. Нарезала хлеб, ну как резали? Вот раздай, говорит, гостям. И я, говорит, раздаю. А он, говорит, все. Она, говорит, согласна выйти замуж. И я, говорит, просто, но... Она, говорит, я, говорит, встала и обалдела. получается так вот не знаю сохранились эти традиции были ли в чуваши не были чуваши но получается в этой деревне да если девушка нарезала хлеб и раздала костям да и жениху подала хлеб значит она согласна замуж она говорит а я стою я ни слова не сказала как я замуж-то собралась и она где я побежала соседней села михайлос фигу плачу бы прибежала говорит там к старшей на счет этой сестре плачу бы представляешь они же меня без ведома меня замуж выдали от учу хлеб резала ну конечно ну все говорит дело сделано какие праздники чуваши отмечают на территории иркутской области на сегодняшний день у нас на территории иркутской области проводится много разных праздников но несмотря на это мы выделяем такие основные да праздники которые являются наверное имеют такую глубинную смысловое значение ночеваши они всегда славились земледелием эти же землепашцы и сейчас чувашская республика эту нажитница так можно сказать да хлеба там и сельхоз продукции соответствующие и можно выделить у нас два праздника это агатуй это начало пассивных работ да когда мы начинаем сеять и чуклеме это когда завершается пассивные работы и мы благодарим спасибо матушке сменится что она нас кормит и соответственности если вот говорить у нас два вумпела мы сюда вам принесли это ожидать да это агатуй 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 у нас проходит на территории зиминского района это поселок успенский 3 рядом находится село новолетники это вот там места компактного проживания чуваши там они проводят агатуй символом агатуй у нас считается вот петух петух нас символ агатуй а и вот эта продукция которые у нас мастера народного промысла изготавливают это конечно вот связано с петухом уже говорим должна быть такая интересная история легенда и мы придумали что у нас все-таки петух должен быть потому что петух у чувашского народа считается считается таким трудягой трудяг он трудится по благо народа по благо народа поэтому мы его этого петуха и любым все что там связано мы только вот петуха прославляем у нас у нас петух агатуй он у нас обрядовый такой мы показываем там как в старину пахали на себе прям пашем все тянут или меха все это сеют все это но это получается когда последний борозда остается так вот у нас пассивные работы заканчивается и вот мы конечно это театрализацию такую показываем но в старину нам так оно и было что там родами выходили праздники такие проводили мы сейчас тоже собираемся на же все родовые такие друг на друге все женились замуж вышли поэтому у нас ваши все родня такой народ а вот смотрите а если 2 смотрите вот этот вымпел да это чуклими проходит он у нас за лавинском районе деревне тогна здесь мы уже прославляем праздник урожая здесь у нас соответственно вот вы посмотрите на куклу да это тоже творческая работа мы проводим всевозможные конкурсы это победитель у нас конкурса чуклими и вот мастер у нас татьяна иванова виноградова изобразила хозяйку земли которая вот с небольшим таким снопом в таком национальной одежде вот обратили внимание национальная одежда совсем не такая как у меня да это пестряда у чувашей тоже такая одежда была вот пестряда и вот она ее изобразила в такой одежде что еще характерно для этих праздников какие традиции мы там конечно показываем в основном те национальные игры которые в старину и были они это там у нас на камушках играют дети они на команды разбиваются ну конечно мы сейчас как сказать к современному времени подтягиваем там у нас уже команды соответственности они камни кидают такие небольшие камушки чуклими камни кидают чула называется чула камни кидают по всем правилам но достаточно вы знаете сложно кидать это вам кажется легко потом они играют с можно сказать на русский лад это типа как городков играют они чижа забивают но вот то что в старину как было да соответственно все то мы и делаем на сегодняшний момент а на праздниках есть песни танцы национальные будет хороводы если мы бы говорить о национальных инструментах на территории иркутской области конечно наших национальных инструментов чувашских здесь нету начали мы говорили о языке потом мы говорили о фольклоре потом нам нужной хореография потом нам нужно костюму восстановить потом нам надо вышивку установить и когда у нас все потихоньку идет идет вот как раз мы сейчас говорим о народных инструментах который надо бы завести на территории ускобласти потому что у Сейчас используется только гармонь. Но гармонь-то это не чувашский инструмент. У чувашей там храбаны были. Храбаны. И, конечно, если я думаю, что мы напишем проект и сюда завезем народные инструменты чувашские, я думаю, это тоже достаточно интересно будет посмотреть, как он играет, как он звучит. Мне понравился интересный факт, что в селе Новолетники, где проживают чуваши, есть три дерева, которые привезли с родины. У нас на территории Зиминского района это достаточно такое богатое место, где проживали чуваши. Село Новолетники – это село, где раньше проживали, почему буряты, да? Это буряты, так сказать, увидев, какие чуваши земли пашцы сильные, они оставили эти земли для возделывания. И село Новолетники – вы поехали, вы чуваши приехали. И действительно есть такой факт, что у нас одна семья, которая приехала из чуваши, привезла с собой емру. Сейчас это емра – три дерева достаточно большие такие. И для нас чуваши, конечно, это место такого уважительного отношения к культуре, к своему народу. И когда подходишь к этим деревьям, ты понимаешь, что это близкая такая связь, что вот Ива Емра приехала из чуваши и находится здесь и вместе с нами, сегодня она растет, сохраняет вместе с нами вот такую историю хорошую. Связь даже есть такая с чувашской республикой. Конечно, мы любим это место, относимся к ним с уважением, потому что это частичка нашей природы и нашей земли. Вероника Васильевна, спасибо вам большое за интересный разговор. Екатерина, и вам большое спасибо, что я смогла сегодня поговорить о своем народе. И я хотела сказать вам большое спасибо именно на чувашском языке. Тавдабущ, Екатерина. Хорошо. Это была программа «Навстречу». До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова